Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите программу «Время говорить» о обзорах основных событий рязанской жизни. Наши темы связаны как с событиями выходных, так и с тем, что нашим авторам удалось разузнать сегодня по делам текущим. Смотрите в программе. То ли сварилась, то ли замерзла. В Рязани до сих пор выясняют причины гибели рыбок в речке Лыбди. Сколько можно? Очередной рейд рязанских дорожных полицейских вновь подтвердил грустный факт. Наши сограждане как пили, так и пьют перед тем, как сесть за руль. А теперь обо всем подробнее и конкретнее. Очередной пресс-релиз выдало сегодня региональное антинаркотическое ведомство. Это отчет по итогам минувшей недели, которая, как и предыдущей, прошла под знаком операции МАК-2014. 6 килограммов наркотиков, каннабисные группы. Таков результат деятельности оперативников. Полицейские даже стали расставлять криминальные события, исходя из их своеобразного рейтинга. Итак, на первом месте случай, который произошел в Рязани на Солочинском шоссе. Была остановлена иномарка. Ею управлял 35-летний рязанец. В багажнике этот, с позволения сказать, негациант вез почти 3 кило марихуаны, а под капотом машины еще как бы завалялось граммов 30 дурмана. Второе место держит Михайловский район, где наркополицейские зловили. 26-летнего рязанца с объемистым мешком за плечами, увидев полицейских, бойкий юноша попытался удрать, но его настигли. В торбе беглеца отыскал с более 2,5 килограммов марихуаны, а также зловещего вида ножек и топор. Оказалось, что это были сельхозинструменты, с помощью которых криминальный дачник возделывал наркоделянку. И третье место на минувшей неделе взял славный город Новомичуринск, у жителя которого в холодильнике остывало гашишное масло весом 235 граммов. А в селе Тырного Пронского района у 34-летнего рязанца, который уже бывал в местах отдаленных, также нашли гашишное масло, но поменьше – 180 граммов. Сегодня начала отчет «Новая неделя», который наверняка принесет свои результаты по запрещенной травушке-муравушке. Если от мерзких смесей людей уберегли рязанские правоохранители, то вот рыба в речке Лыбеди приняла на себя фатальный удар. Но удар чего, сказать точно, пока еще никто из официальных лиц не решился. Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что в означенной речушке и сдохла и так-то небогато живущая рыбешка. Не вся, но и немало. Почему разбирались? Разбирались, но пока есть только версии. Подробнее об этом Глеб Галушкин. Напомним хронику событий, связанную с гибелью рыбы на реке Лыбедь 29 сентября. В середине дня прохожие на улице Речников, поднимаясь по мостику к Рязанскому Кремлю, обнаружили несколько мертвых рыбин. Далее они позвонили рязанским экологам, а те, в свою очередь, коммунальным службам Рязани. Работники водоканала начали осмотр берега вдоль всей реки Лыбеди, но никаких видимых признаков какого-либо загрязнения они не обнаружили. К вечеру того же дня были готовы и результаты исследования воды из Лыбеди, где также никаких превышений предельно допустимых концентраций химических веществ не найдено. Проводились анализы по реке Лыбедь в определенных точках. Присутствие ни канализационных стоков не подтвердилось. По основной версии рыба могла погибнуть от изменения температуры воды в водоеме. По предварительным данным, причиной гибели рыбы могло послужить нарушение температурного режима водного объекта. Для любого вида рыб есть определенная температура комфорта, но в то же время рыбы не выдерживают резких колебаний температуры, которые могли происходить в водном объекте в связи и с погодными и климатическими условиями, ну и с какими-либо другими. Сейчас трупы дохлых рыбин находятся на экспертизе. Хотя вряд ли нужна тщательная экспертиза, чтобы выяснить, рыбка сварилась или перемерзла. И еще, если рассматривать высокотемпературную версию гибели рыбы, то надо бы вспомнить, что драма на Лыбедке произошла аккурат в день запуска отопления в Рязани. Как сказал бы Шерлок Холмс, элементарно Ватсон. Пожалуй, положительный факт для горожан в этой истории лишь тот, что все-таки вводится еще живность в, казалось бы, мертвых водах, закатанной в водопроводную трубу реки Лыбедь. Может, вскоре вслед заводится и воздух в Рязани станет почище. Однако, если для того, чтобы рязанские власти озаботились качеством воды, потребовалась трагедия в рыбном царстве, то уже страшновато предположить, какое ЧП послужит толчком к тому, чтобы и атмосферными делами власть занялась вплотную. Кстати, о тепле, но вполне животворном. По состоянию на сегодня горячая вода поступила в отопительные системы почти всех рязанских домов. Процентовка такова 99,7 в этом году против 91% в прошлом. Так что, как говорят специалисты, шаг хороший. По данным мэрии, завершены работы на первой тепломагистрали по Черновицкой. Система запущена в дело. Мы справились о темпах работ по подаче тепла в администрации Рязани, где нам сообщили, что сегодня согреются все городские дома. Так что, те, кто еще мерзнет, ждите горяченькую. Вот-вот дадут. И еще о работе начальства. В эту субботу сотрудники администрации города провели, соответственно, субботник в парке имени Гагарина. Сотрудники администрации Рязани, в том числе и высшего звена, проснувшись в субботу с утра пораньше, вышли в парк Гагарина на большую уборку. Работы проводились возле детской игровой площадки, установленной этим летом. Ежегодно в рамках месячника по благоустройству города, буквально за несколько недель до того, как выпадет первый снег, как жители, так и руководство города приводят улочки и парки в порядок. В субботнике у нас проходят постоянно во время месячников по уборке города, которое у нас объявляется распоряжением, которое подписывает глава администрации города. Это связано с необходимостью по уборке города той листвы, того мусора, случайного мусора, веток и всего остального, что у нас придает неприглядный вид, для того, чтобы город чище вошел в зиму. Особо обнадеживает тот факт, что руководители города обратили внимание не на центр Рязани, который и без того чистый и опрятный, а на периферию. В парк Гагарина, можно сказать, главное зеленое украшение микрорайона Преокский. Это место для прогулок местной молодежи. Кроме того, парк является отличной базой для проведения всевозможных праздников. Мы призываем всех жителей города Рязани не безучастно относиться к виденному, а убрать территорию, которая прилегает к их домам, непосредственно в тех местах, где они проживают. Мусор, который получается собирать в мешки и кучи, необходимо выносить, складировать рядом с контейнерными площадками, помогать всецело городу в наведении порядка. Парк на глазах становится чище. Признаться честно, всегда приятно смотреть, как городские начальники, взяв в руки грабли и лопаты, выходят на улицу и занимаются простым и понятным горожанам делом, которое, тем более, на глазах приносит положительные результаты. Если в делах кабинетных у них будет такая же положительная динамика, то, несомненно, и развитие города пойдет позитивно. Может, стоит почаще выводить чиновников на открытой площадке с граблями в руках? Руководству мэрии стоило бы над этим призадуматься. Ну и снова вспомним выходные. Рязанские дорожные инспекторы также провели эти дни в трудах праведных. Они рейдовали по пьяным водителям. О результатах мероприятия в материале Оксаны Тебенихиной. Этот колоритный молодой человек с мешками под глазами был пойман сотрудниками ГИБДД в ходе рейда по выявлению нетрезвых водителей в стельку пьяным. Мужчина не сразу остановился по указанию дорожных полицейских, а потом еще и пытался отпираться от проверки на подтверждение своего состояния. Сотрудники ГИБДД каждые выходные проводят рейдовые мероприятия. Любителей выпить за рулем при этом меньше не становится, несмотря на реальную опасность причинить вред жизни и здоровью невинным гражданам. Про меры наказания тут и говорить нечего. В эти выходные на территории области проводились масштабные рейдовые мероприятия, в том числе с массовой остановкой водителей, по выявлению водителей, которые находятся в состоянии опьянения. В ходе рейдовых мероприятий был выявлен 71 водитель в состоянии опьянения. Еще пятеро водителей отказались пройти медицинское освидетельствование. К сведению, по-прежнему среди наиболее опасных факторов, приводящих к дорожным происшествиям в мире, лидирует именно алкогольное опьянение. Далее идут превышение скорости, разговоры по мобильнику во время движения, неисправное авто и усталство водителя. Теперь в программе репортаж о выдворении из Рязани очередной партии нелегалов. Рязанские судебные приставы депортировали очередную партию нелегальных мигрантов из сопредельных стран. Всего нежелательных к проживанию личностей на этот раз было шесть. Процедура водворения уже отработана. Перед отправкой в Освоясе нелегалам зачитали правила поведения при конвоировании до аэропорта, а далее посадили их в микроавтобус и машина отправилась в путь. Надо сказать, что работа по отправке нелегальных кастарбайтеров домой в родные Пинаты ведется достаточно активно. По сравнению с предыдущим годом, на начало этого октября рязанскими судебными приставами депортировано почти в три раза больше нелегалов. На сегодняшний день выдворено в Рязанской области 302 иностранных граждана. В основном выдворяем граждан из Узбекистана. Они составляют ориентировочно 60% всех выдворяемых лиц. На втором месте Республика Таджикистан. На третьем месте Социалистическая Республика Вьетнам. Ну и несколько граждан было из Украины, Грузии, Белоруссии, Молдовы. Надо отметить, что несмотря на принятые Госдумой законопроекты, направленные на ужесточение миграционного законодательства и контроле миграции, явление это ширится и растет. Все чаще со стороны экспертов и парламентариев звучат жесткие требования от введения визового режима со странами Средней Азии и Закавказья до возврата смертной казни для нелегалов. Так что положение дел весьма серьезное, поскольку, например, в рязанских маршрутках на 10 пассажиров сейчас половина, если не больше, это наши гости из Южных Республик, особенно по утрам, то надо понять справедливое опасение коренного населения, равно как и требование оного навести порядок в миграционной политике государства. Рабочая сила, понятно, нужна, но вот поток нелегалов и рост преступности среди мигрантов нам совсем ни к чему. А самое печальное, что принятые законы, как это часто бывает, у нас либо пробуксовывают, либо не работают вовсе. Рязанские правоохранители на днях провели акцию по уничтожению боеприпасов и оружия. Все это опасное хозяйство было изъято или добровольно выдано гражданами. Подробности у Оксаны Тебенихиной. Рязанские взрывотехники уничтожили большую партию боеприпасов и оружия, изъятого в рамках пресечения преступлений и в ходе операции по добровольной и возмездной сдаче населением оружия. Накладными зарядами ОМОНовцы подорвали более 12 тысяч патронов различного калибра и назначения. 7 килограмм пороха, более 3 килограмм взрывчатых веществ, 8 гранат и большое количество разнообразных взрывателей заводского производства. Такое количество боеприпасов и взрывчатых веществ было изъято и подготовлено к уничтожению сотрудниками полиции за последние 12 месяцев. Кроме того, полицейскими специалистами были распилены и переплавлены 3200 стволов оружия различной конструкции. За добровольную сдачу огнестрельного оружия, патронов и других боеприпасов Министерством региональной безопасности и контроля Рязанской области за первые полугодия 2014 года жителям Рязанской области осуществлена выплата на сумму свыше 250 тысяч рублей. Также на днях свой праздник отметил и полицейский спецназ. День ОМОНа понемногу становится не корпоративным, а вполне себе народно-профессиональным праздником. Но любят в России могучих и решительных ребят, что поделать. А те, кто видел или на себе испытал их работу, подтвердят. И эти бойцы – люди серьезные, перечить им себе дороже. Глеб Галушкин продолжает тему. Возле здания Рязанского ОМОНа появилась стела в память о сотрудниках этого спецподразделения, погибших при исполнении служебного долга. Открытие монумента приурочено ко дню ОМОН, который отмечают 3 октября. Сегодня знаменательный для нас день – открытие мемориала памяти погибших сотрудников ОМОН. Я хотел бы сказать в первую очередь слова искренней признательности вам, дорогие близкие наших погибших. Вы вырастили настоящих мужчин, вы поддерживали наших коллег. И память о них всегда сохранится в наших сердцах. Также в этот день действующие правоохранители из отдела быстрого реагирования возложили цветы к могилам своих погибших товарищей на аллее Героев на Новогражданском кладбище. В тот день начальник Рязанского регионального управления полиции Николай Пелюгин наградил отличившихся сотрудников этого самого боеспособного полицейского подразделения. Это все у нас на сегодня. Далее в эфире программа «Подробности». Сегодня обсуждаем вопросы и проблемы, связанные с осенним призывом о рязанской молодежи в армию. Ведущая программы Олеся Харлина ждет в студии военного комиссара нашей области Владислава Деева. Но мы уходим из эфира ненадолго, всего лишь до завтра. Надеемся, что вы, уважаемые зрители, всегда найдете немного времени, чтобы поговорить вместе с нами о жизни в Рязани-Матушке. Так что, до встречи!